Мифы о сколазании. Ну, наверное, многие люди думают, что это очень опасно. В целом люди делают всё и именно разрабатывают правила, регламенты. Вот все эти верёвки, карабины — это всё опыт людей, которые делают этот вид спорта. Да, он экстремальный, он связан с опасностями, но это про то, чтобы человек эти опасности преодолел, был не только живым, но ещё и радостным. Войду, верёвочку вытянешь, а железо там оставишь. Да, железо берёте. Вот эта система называется страховочной системой, её ещё называют беседкой. Обвязкой. Да, или обвязкой. С помощью карабина мы цепляем страховочное устройство, продеваем верёвку. Страховка осуществляется с помощью страховочного устройства. Это устройство называется корзинка. Реверса. Или реверса, да, несколько названий. И с помощью собственного веса. Сейчас берём вот этот устройство. Стеховка готова? Стеховка готова. Отлично. Мы находимся на скалах Лесничества. Эта локация находится близ Алматы и доступна для альпинистов, скалолазов, спортивных туристов. Сюда часто приезжают для того, чтобы тренироваться. Место очень популярно среди спортивных туристов. Спортивные туристы – это люди, которые ходят в горы и в горах тоже сталкиваются с таким рельефом скальным, ледовым. Для того, чтобы быть готовым, они тренируются здесь, ну и на других локациях, которые тоже расположены близ Алматы. Ну что, кто хочет? Давайте, кого-нибудь из вас, да. Мы просто проинструктируем на равновесие, а опираешься ты на ноги. Под ноги ты ищешь хорошие уступчики. Они тоже могут быть небольшими, иногда они могут быть косыми или скользкими. Ищешь и всегда ставишь на носок. Не ставь вот так или вот так, да. Ставишь всегда на носок – это придаст тебе мобильность. И все. И мы тебя немножко спустим, чтобы ты поняла, как будет ощущаться, вот ощущение, когда ты парашютиком спускаешься. Так, я тебя держу, бояться нечего. Я очень громко могу кричать, а вы не бегаетесь. Хорошо. Молодец, так держать. Вот, для кого-то, кто приходит новичок, бывает так, что есть просто страх довериться. Довериться, что вот эта веревка, веревка, которую мы пользуемся, выдерживает две тонны. Нет причин ей не доверять. Зависит от того, с кем вы занимаетесь. Если вы занимаетесь инструктором, обычно инструктор уже есть доверие, и человек не боится ему довериться, он боится веревки, боится отпустить скалу, чтобы спуститься парашютиком, как вот мы сейчас спускались. Да-да, максимально сколько ты можешь, прям сильнее отталкивайся. Я вообще пришла в туризм где-то 9 лет назад, еще в свои студенческие годы, вступила в туристическую секцию, меня привезли на скалы, мы тренировались в городе, бег, просто общая физическая подготовка. Ходили в походы, начали ходить в походы с ночевкой, и потом завязалась вот такая моя большая любовь со спортивным туризмом. Я доросла до кандидата в мастера спорта и инструктора по спортивному туризму. Альпинизмом я тоже занимаюсь. Я больше паникер, что кажется. Я когда первый раз приехала, точно так же, все страшно, ничего не понятно, со временем, с практикой. Скалолазание – это отдельный олимпийский вид спорта. Скалолазы в основном тренируются на искусственном рельефе, то есть в нашем городе тоже есть несколько скалодромов. Они тоже доступны для детей, для людей всех возрастов, базовой физической подготовки. Ничего не нужно, приходи и занимайся. Это классно, это развивает, повышает настроение. Вы встретите там множество друзей, классных, открытых людей, как, собственно, и в горах. Все, страховка готова. Привет. Меня зовут Ержан, я занимаюсь в клубе Маркополо уже более 4 лет. Мы занимаемся спортивным туризмом и ходим походы. Почему тебе нравится скалолазание? Это необходимо этим заниматься, чтобы ходить какие-то более сложные походы, скажем так, да? Не скажешь, что я право фанатею от этого. Есть ребят, которые лучше мне этим занимаются, и это лучше получается. Чтобы заниматься, вообще нужна средняя физическая подготовка. Чтобы начать, по сути, многого не надо, да? Чтобы пойти в горы, вам нужна базовая спортивная одежда. На простые маршрутки достаточно кроссовок, лучше трекинговых кроссовок. Когда мы занимаемся спортивным туризмом, мы тоже приобретаем, вот на мне сейчас, страховочная система, веревки, железо, это карабины, крючья, френды, закладные элементы, которые мы используем на скале, чтобы обеспечивать страховку. Все, запись пошла? Супер! Давай, так вот готово. Пошел. И у меня однажды вот был случай, мы переходили реку Левый Толгар, и я немножечко, ну, то есть я держалась за веревку, но течение было очень сильное, меня немного смыло, я ушла под воду, меня потом мои товарищи вытащили. Это прям было очень страшно, вот, но у меня была веревка, как бы, и у меня были товарищи мои, которые помогли мне выбраться просто хлебнуть воды, это было вот таким страшным моментом. Скалолазание отлично помогает преодолеть страх высоты, стать сильнее, стать бесстрашным, классным, смелым и уверенным человеком. В целом, это, наверное, как медитация, как и в походе, так и в скалолазании, ты находишься в моменте здесь и сейчас, ты думаешь, куда поставить руку, куда поставить ногу, ты полностью вот отдаешься этому моменту, здесь и сейчас, полностью здесь, ты чувствуешь свое тело, чувствуешь скалу, поэтому это вот как медитация, ты лишаешься каких-то мыслей, забот, не думаешь о проблемах, ты думаешь только о том, что находится здесь и сейчас, и как мне преодолеть вот этот кусочек, вот этот кусочек. Я немножко запухалась, когда говорю, все, супер, и занимайтесь скалолазанием, это классно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok